Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Поговорим о Ольге Уралочке и Сафари, но перед тем, как перейду к обзору, хочу обратиться к хомячкам. Товарищи, ну проявляйте как-то больше задора, больше огня, больше жизни в комментариях, но ваши комментарии настолько примитивны, настолько убоги, что даже реально не смешно. Я понимаю, что вы срать, орда, да, вот, скажем так, защитники вот этих вот недалеких людей, и я понимаю, каков поп-поп, такой приход, да, какой блогер, такой почитатель его таланта, но не до такой же степени все запущено. Становится страшно, честно, страшно просто от вас и ваших убогих комментариев. Включайте мозги, начинайте как-то шевелить извилинами, не просто так же вы голову на плечах носите, на крайняк, я не знаю, книги почитайте, как-то развивайтесь, но вы смотрите тупость, и вот эту же тупость вы выдаете в комментариях, страшно становится за вас. Я даже не буду какие-то там орфографические ошибки озвучивать, ну почему, потому что это как-то глупо, я понимаю, что люди могут смотреть с разных стран, и не для всех русский язык родной язык, и не все умеют там на нем грамотно говорить, писать, это все понятно, но хотя бы, я не знаю, как-то мысли свои нормально корректируйте и озвучивайте, потому что кроме зависти у вас, по-моему, убогих болезненных, да, вот это зависть и бумеранг, ни на что больше не хватает, это ваш уровень, ваш удел завидовать подобному. У нормального человека ни одного в мозгу просто не уложится, что подобным людям можно завидовать. Это вы какие-то, я не знаю, по жизни, наверное, обиженные, оскорбленные, униженные, если вы подобным людям в состоянии завидовать, потому что когда человек кричит зависть, это то чувство, которое он пережил на собственной шкуре, он знает, что это такое, пытается переложить свои чувства на других, вот продолжайте молча завидовать, если уже пишете, то что-то адекватное ваяйте. Ну и так, перейдем, конечно же, к самому обзору. Вначале, что хочется сказать, ребята, смотрела на сафарика и улыбалась весь ролик, какой мальчик молодец, труженик-стахановец, честное слово, днем снежок чистит, а вечером угрозы ваяет, молодец, шедеврально, и хочется сказать, Сафарик, не пылись так тупо, создавай левые аккаунты, бомби с них. А так как-то видно, как вас это прогребло, задело, раз ты лично прибежал на канал и пытаешься писать свои гадости. И, кстати, силу твоего интеллекта очень видно по этим действительно комментам. Ты вместо того, чтобы лишнее время убивать на комментарии, возьми книгу, почитай, и будет тебе счастье. И не хлебом, единым жив человек. Не только о жрачке нужно думать в этой жизни, а как-то все-таки духовно развиваться и, конечно же, наполняться. А так, ребята, я вот послушала их ролик. Это просто шедевр. Это такой интересный набор слов. Я просто сижу и думаю, да, вот кто это может смотреть. Особенно, когда одну и ту же фразу повторяют по пять, по шесть раз. И вы знаете, единственное, что восхитило меня в этом ролике, о том, как Оля с Сафариком переживают, что она не позавтракала. Обед, завтрак, Оля покидала снег и, возможно, потеряла целых 100 грамм веса. И, опять-таки, да, когда она решила это все восполнить, Сафар ей напомнил, что она еще и не позавтракала. Возможно, еще больше потеря массы произошла. И на самом деле страшно то, что человек понимает, да, что это уже не здоровая полнота. Это уже действительно ожирение в какой-то явной стадии, да. И при этом она считает, что потеря 100 грамм может как-то спасти ситуацию. Сама понимает, что нужно есть меньше. Нужно заботиться о себе, о своем здоровье. Возможно, присесть на какую-то диету. И вместо этого она берет опять-таки пирожки, ждет сейчас растопить самовар и опять нажраться. Для меня это как-то странно и непонятно. То есть, если человек осознает, но при этом ничего не делает, значит, это уже какая-то степень наркомании. Потому что человек, по большому счету, зависим от еды. Да, вот как наркоман, от дозы. Вот так она, походу, зависима от еды. Если человек считает часы, сколько она не поела. И мне хотелось сказать, что, Оля, потеря одного завтрака и обеда, это очень мало в твоем случае пропустить, да, для того, чтобы потерять вес. Здесь нужно действительно обращаться к специалистам, сдавать анализы, после этого идти к диетологу. И только этот человек сможет помочь и составить, скорректировать рацион питания. Потому что действительно это страшно. То есть, я на нее посмотрела и просто удивилась. Удивили, кстати, меня отдельная тема комментарий. Наконец-то их открыли. Что я там увидела? Ребята, вы знаете, это какое-то стадо, ну, в моем понимании, не совсем адекватных и здравомыслящих людей. Либо людей, которые вообще не понимают, что на этом канале произошло, и продолжают писать хвалебные оды. Это дико, это жутко, это странно и непонятно. И вот мне интересно, как люди после этого остаются на этом канале. Как они пишут лизательные вот эти оды, да, хвалебные. Вот так всех умыла эта пара и продолжаются вот им лизать. Продолжают им просто в тупую подлизывать. Вы знаете, когда их начинают хвалить в комментариях, мне вообще становится смешно. Мне вот все время возникает вопрос, а что нахваливают? За что конкретно хвалят? То есть, возможно, увидели какую-то такую работу, да, конкретную, которую не увидела я. То есть, я не могу понять, да, общее восхищение этим контентом. Оля не работает, сидит дома, печет пироги. Сафарик монтирует ролики. В чем они молодцы? Я объективно понять не могу вообще. Ну и, конечно же, в этом ролике Ольга нам рассказала, что будет Рождество. Они его будут отмечать, приготовятся. И нам, конечно же, все покажут. Очень ждем Рождества. Интересно, что на Рождество Сафарик нам продемонстрируют на пару со своим другом. Будет очень интересно посмотреть. Ребята посмеялась. Также в ролике с чистки снега. Очищали они крыши тепличные. И вот ассоциации Оли. Это нечто. То есть, для меня, например, снег падал кирпичиками. Да, его чистили. Снег падал, вот формировался в кирпичики. У Оли он формировался в пирожки. И в пирожки. А, и в пироженки. Представляете, чем наполнена эта женщина? Это, походу, насколько нужно хотеть жрать, чтобы смотреть, как сыпется снег. И были ассоциации именно с пирожками и пироженками. Ну, и, конечно же, отдельно хочется отметить, как они отморозки пытаются показать хороший контент. Такое милое видео. После вот этого всего срача у себя на канале, после того, как они умывали свою же аудиторию зрителей, как ни в чем не бывало, приехали в минус 18 покидать снежок. Вообще, ребята, логика железная. Я так и не поняла, к чему это сделали. Но, видимо, походу нужно было снять контент. Вот они и поперлись на дачу. Прочистили там какие-то 3-4 дорожки. Позбивали с одной крыши снег. Но уморились они знатно. Ольга так и хочет уже ехать домой, пить чай, закусывать своими пирожками. И будет ей счастье. Но главное, мне понравилось, как она рассказала вот этот момент с тем, что она замерзла. Причем замерзла очень-очень. И вот щечки у нее красные-красные. Ну и, конечно, шедевр от Уралочки. Сейчас маленько живанем на уличке. Ребята, все, я приземлилась. Я вот хочу увидеть людей, которые фанатеют от этого канала. Ну и следующий от нее же шедевр. Вон, ну что, у меня прям щеки красные. Пять раз повторила. И я просто мило и улыбалась. И главное, как их любят. Как их любят и как им лижут. Вот, вы знаете, вместо того, чтобы заплевать подобных людей, да, Уралочку, ее вот этого сожителя, женишка, сафарика. Нет, они их любят. Они их прям, понимаете, на руках носят. Но вот кто может, да, ребята, это все с себя стереть, вот этот плевок, да, на нашу святыню, на наше святое, и продолжать их вылизывать. Я не представляю, кто эти люди. Я не представляю, чем эти люди наполнены. И с чем внутри себя они, конечно же, проживают. Ну и опять-таки, вот, в общем, картинка, впечатление просто какое-то вообще мерзопакостное. Вот реально мерзопакостное. То есть они эту ситуацию спустили на нет, как будто ничего не было. Вышли и ваяют очередное свое видео. Ну и сама по себе, ребята, Уралочка очень душная, очень навязчивая. Ей действительно, по большому счету, нужен был мужик, жених, да, своих лет, своей возрастной категории. Она вот с этим сафаром, как мама, носится. Вот реально, возможно, это нереализованный материнский инстинкт. Но она вот возле него квохчет, да, как курица-носетка какая-то. Возможно, если бы мужик был ее возрастной категорией или постарше, было бы все совершенно по-другому. А здесь вот она ходит у него над душой. Сафарик досточку нашел. А как ты ее сафарик отпилишь? А как ты ее подпилишь? А как ты ее прицепишь? А получится ли у тебя ее прицепить? Знаете, вот как над ребенком мама ходит. Это то, что не каждая мама так контролирует каждый шаг ребенка, как уралочка контролирует каждое действие сафарика. А здесь, ну, очень ее много. Очень навязчивая и очень такая, вот знаете, женщина, которая душит. Вот она конкретно душит. Стала над душой? И что ты тут делаешь? Блин, я бы уже не выдержала, послала. Ну, понятно, нужно запилить контент, поэтому все способы хороши и будет это все терпеть. Но вы знаете, я вам хочу сказать, что не каждому мужчине нужна действительно вот такая вот женщина. Наверное, все-таки в ее отношении к сафару сказывается разница в возрасте. И вот она для этих отношений губительна. Потому что у нее отношение, восприятие его не как мужчина, да, своего там одногодки, старшего мужчины, ну, какого-то мужского авторитета. А восприятие как ребенка, над которым нужно ходить, да, контролировать каждый его шаг. Ну, очень много Оли Уралочки. Не в плане внешности, да, вот именно как человека, очень много ее в кадре. И вот это постоянно замерзло, примерзло. Возникает вопрос, нахрен ты туда поперлась, минус 18, если ты замерзла и примерзла. Я бы сидела себе в тепле, валялась, читала книжечку, фильм какой-то смотрела и будет счастье. Ну, нет, здесь, конечно же, нужен был контент. Ну, вот так вот, ребята, как-то смешно и странно для меня это все выглядело. Конечно же, продолжение следует. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!